всем привет это евротрак стимулятор 2 симулятор симулятор да сейчас я попробую очень интересного для меня штучку сделать в геймплее настроить дальность рейса минимального и посмотреть что будет если дальность рейса будет самая минимальная по сути это должны быть какие-то перевозки внутри города нахожусь я сейчас кстати если так прикинуть в кили и здесь у меня достаточно много неизведанных дорог вот эти вот вот это вот трасса вот эти вот шоссе вот здесь вот кстати нужно покататься в общем очень много неизвестного неизвестных мест на севере и ближе к восточной европе но и здесь в центре германии но нет между германией польши в центре германии в общем есть где покататься вот здесь во франции но я начну вот здесь вот осваивать вот эти вот вещи и давайте мы прямые перевозки какие-нибудь посмотрим как что у нас там умеется самый короткий это по сути из киля в кель ну давайте возьмем его как первую да то есть он важный это яблоки а ой нет топливные фильтры вот 11 тонн топливных фильтров очень просто из стокс в постпин ну вот это вот пищевые товарищи а вот это просто как продажник ладно давайте поехали посмотрим что получится время сейчас кстати блин все очень тормозит я не в ней установил навигатор на этот автомобиль нам придется так вот ехать десять минут десятого чуть как-то мне не нравится настройка того как это все выглядит очень ну пусть так поехали и зеркала не поставил да я зря не поставил зеркала а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну как видите, отсюда что-то ушли яблоки, и вместо яблок нам предлагаются очень длинные перевозки. Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, обратная ситуация будет в обратном направлении. Так, здесь вот есть интересный маршрут по центру Германии, как раз между Франкфуртом. Мы там попробуем немножко... Но это заказ срочный... А, нет, это важно. Здесь у него 20 часов... 18 часов... И ожидается он... Сейчас четверг, да, ожидается он... Через сутки где-то там... Значит, с небольшими, да, то есть сейчас четверг, 9 вечера... Ожидается заказ... В субботу в 5 утра... Да, то есть... 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5... Это 24, 8... 32 часа... Значит, смотрите, ехать 18, ну, считай 19... Плюс 10 на отдых... 19, это почти 20, это 2 рабочих дня... Короче говоря, за 2 дня можно доехать до Милана... Вот... За 2 дня можно доехать до Милана... И это прямо ровно, в аккурат... Прямо вот куда надо... Венесбрюг... Здесь, в принципе, здесь через Магдебург мы все равно... Короче, вот здесь есть дорожка, по которой можно проехать... Заказ менее срочный... Срочный, поэтому можно... Как-то там покататься по... Проселочным... Ну, как-то проселочным, по местным дорогам... Вот... Значит, первое, что нужно сделать, это прицепиться к... Прицепиться к... Прицепу... 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 Тут у нас... 11 тонн... На самом деле, это немного... Поехали. Ну, прежде чем поедем, он здесь мне рейс на 35 часов расфигачил. В общем, он выбирает... Витайс выбирает мне по каким-то там неизвестным маршрутам, или как-то, короче говоря, не очень круто он выбирает маршрут по местным дорогам. В Миланже мы можем проехать, вот, например, вот этой дорогой, которая неизвестная. Но, как видите, нет, не особо. Значит, перед выездом со загрузочной базы нужно ставить маршрут. Ну, здесь, если по прямой посмотреть, да, можно прямо вот вниз сразу вот сюда ехать. Вот здесь вот, например, взять. Но он все равно как-то очень дебильно строит этот маршрут. Песец просто. Какая-то дичь. Иначе не назовешь. Неужели нельзя оптимальнее проехать? Вот, например, он мне говорит, через Магдабург ехать. А я хочу через Гамбург. Из Гамбурга в Ганновер. Ну, вот это что? Из Гамбурга вот сюда. Зачем? Неужели нельзя вот здесь прямо проехать? А, потому что вот здесь точку не там поставили. Надо внимательно это делать. Здесь точка... Блин, опять что-то какая-то дичь происходит. Вот так. Ладно, давайте тогда поедем прямо. Вот так вот. Вот, отлично. Зачем вот это? Объясните. Зачем вот это? Мне надо вот так проехать, спуститься. Нельзя прямо. Ребят, и что за хрень? Объясните, пожалуйста, что это за хрень? Допустим. Вот, выжив отсюда, я еду. Вот, блядь. Пиздец. Нет, ну... Это... Это какой-то бред. Вот так? Фига себе. Да вы посмотрите, что это за херня. А, я вот сюда не так поставил. Хорошо. Давайте вот здесь поставлю точку. Нет. Тут, короче, нужно прямо точечно ставить. Но построить нормальный маршрут с помощью этого навигатора невозможно. Можно, конечно, вот тут проехаться. Я бы чем-то назад его выкатываю. То есть, едем вот так. Потом вот сюда. Чувак, вот сюда. И столько же гемора нужно, чтобы одну точку поставить. Это просто бесподобно. Далее. Ну, это еще далеко не все. У нас здесь вот еще очень много интересного предстоит. И, кстати, количество точек, наверное, тоже ограничено. Поэтому здесь нужно очень внимательно и осторожно вот здесь поставить точку. А дальше мы поедем в 7 точек. Все. Кончилась карта. Нет, не кончилась. Можно ставить вот сюда. Оп. Но видите, что происходит. То есть, нам говорят, вот сюда свернуть. Я не считаю, что это правильно. Я считаю, что вот сюда нужно проехать. Но он нам кружок предлагает для этого сделать. Вот. Избавились от их первых проблем. Дальше. Ну, предлагается ехать через Ганновер. Я зачем? 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 Объясни. Вот так. Хорошо. В Милан прямо, да? Ну, давайте через Кассель. Нет, Эрфург тут не очень удобно. Это местная дорога. Я понял. Все. У меня кончились точки. 10 точек максимум. Ну, хорошо. Давайте хотя бы через них проедем. А дальше там уже сообразим. Дальше вот здесь. Вот эту дорогу между Касселем и Франкфуртом. Она можно изъедать. Ну, давайте 10 точек хотя бы прокатимся. Трогаем. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Но все это не все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok вот это подъем вот это поворот блин, что со мной не так дождь, конечно, да, зверствует что-то как-то медлен, дворник, чувач о, вот так, час до отдыха че там? блин, я почитать хочу штук документа там дальше опять серпантинка с крутым подъемом сейчас узнать ну и думаю скорость на леса перри потерять на подъеме поэтому я думаю на торможении двигателем актировать не буду ой нет буду там спуск забавно при торможении двигателем стоп сигналы не загораются не загораются 50 не зима было бы красиво если бы не дождь не видно ни черта либо другу рез habitat чтобы установить Что за знак? Ай. Что, Игорь Камальчин? В общем-то, ничего не меняется. Ты так громко зеваешь, это просто пиздец. А, здесь уже 60 ограничений. Ух ты. Надеюсь, коп не попадется. Эй, за что? Тут же нет заправок. Ну, уже довольно, на самом деле, это не серьезно. Ну, надо посмотреть, где есть заправка. Сейчас посмотрим, где тут есть место для воду. Вот так вот. Но отсюда потом очень далеко выруливать. Это просто не хороший вариант. Мне не нравится. Здесь кармана нет, к сожалению. Но, я думаю, до Штутгарта нигде отдохнуть. Если честно, тут до третьего чиппоинта можно ехать. Это в Цюрих. Это далековато. Ну, просто вот отсюда, блин, не получится выехать. В карьерах можно отдыхать. Может, в карьер свалить? Сюда, здесь, скорее всего, отбойник, и вот такой вот крюк делать у меня это долго. Здесь тоже крюк не слабый. Выезжать по встречке нарушения. Ну, в карьер можно съездить. Ну, я пока до карьера доеду, это... Может, в Штутгарте завалить? Просто вот сейчас вот тут все равно ехать до сюда, до карьера вот. А вот от штук до сюда, если заехать, да, то меньше просто ехать, чем вот отсюда, до карьера. Там в карьере кратится. А здесь вот отсюда все равно я здесь, да. И так как-то легко просто будет проехать. Поэтому я себе в гостиницу маршрут кину. Оп! Херово. Я первую точку удалю. И поставлю ее в гостиницу. Хоп! Ну, как бы... Вот так. А вот красным, оранжевым, он показывает первую часть, а вторую часть... Да, не сильный такой крюк. И, в принципе, главное, все дальше идет более или менее. И, главное, сейчас получится отдохнуть легко. Вот. В Штутгарте. Давайте так и сделаем. Сейчас тут надо повернуть. Второй раз штрафнули. Сейчас я просто хочу отметить сколько раз. Что-то очень быстро штрафуют, на самом деле, долго, резко. Стоп. А вот там была заправка. А, мне на нее не надо. Хотя, она была не на той стороне. Ну, блин, не. Я так не люблю. Выезжать плохо. Потом втреснуть из кого-нибудь, когда буду выезжать. Ч-ч-ч-ч. Штутгарте прямо. А потом направо. Слушайте, вы не охренели? Я километры не проехал. Может быть, дальность трейса влияет на это? Ну, я имею ввиду на количество часов отдыха. Странно, конечно. Минт. лицензинная же Kartово. Продолжение следует. А теперь не верхняя, лица х tornado. ПрислючOut. Скоро-синга г-над. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погремать бы еще на этом светофоре, и можно безопасно доехать до гостиницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сейчас и штрафами вижу гостиницу Блин, вот минусы... Ой, отдыха в гостинице В том, что очень тяжело маневрировать с прицепом При выезде Ну что, время опять 9 часов вечера И дальнейшая, так скажем, поездочка Начнется с очень веселого выезда С этой гостиницы Но это уже в следующем эпизоде А что я хоть везу-то? Топливные фильтры М-м-м М-м-м М-м-м